Ну, скажем так, я в шокированной истории, к сожалению, не прочитал об этом случае, не знаю, что, да, понимаю, что, безусловно, эту узбечку взяли рожать, что ей как бы сделали услуги те самые, которые, ну как услуги, она рожала, и она, безусловно, получила те самые российские услуги в рамках рождения ребенка, и, может быть, спасла этим ребенка, потому что там он мог погибнуть, и, условно, это замечательно, но если человек доведен до этого, это ужасно, в том, на том же, не Ближнем Востоке, а там же в Туркмении или еще где-то, это ужасно, и отношение к обществу, расскажу историю, буквально в августе родилась маленькая девочка, значит, внучка, получается, моей подруги хорошей, близкой, достаточно подруги, вот, она разведена, и дочка у нее родила, я наблюдал, 4 дня мы ходили туда, носить передачки, и, значит, это Эльвире маленькой, как и бабушка, значит, и я наблюдал, что обычный совершенно роддом, в районе улицы Островитянова, роддом, стандартный, не элитный, там кафе, там действительно хорошие условия, там все улыбаются, они, кто-то взволнован, но там нет дурных бабок, которые были в наши годы, которые как мыли хлоркой пол, тут же рождался ребенок, выносили ребенка, то есть, хаос перестал быть вообще в этом плане, видимо, те женщины, которые хотят родить ребенка, бегут сюда, чтобы это сделать, чтобы спасти его, как-то спасти, хотя допускаю некую мысль, что не знаю, как у нас в законодательстве прописано, но еще, если это дает и возможность получить автоматически гражданство России, она выгадывает в этом многое, она начинает получать определенные льготы, но не материнский капитал, но надо, я не столь знаток в законодательстве, возможно, еще и это ведет их туда, в роддома, я думаю, это явление стало, может быть, даже массовым, хотя я впервые услышал об этом, мне понравился обычный самый дом, у нас действительно хорошие акушерские услуги в Москве, провинции, они, безусловно, хуже, в какой-то деревушке, где надо, я не только Узбекистан, почему, та же самая из какого-нибудь Урюпинска, не знаю, там, из какой-нибудь деревушки может приехать сюда, потому что там ужасные условия, и в этом плане надо что-то менять, безусловно, надо менять, очень трудно врачам работать в провинции, где мизерные зарплаты, где нет никаких условий для того, чтобы сделать МРТ, сделать какие-то УЗИ, даже обычные, и поэтому я не удивляюсь, что в ту же Абхазию вдруг пришел эшелон из России, потому что в Абхазии нет таких возможностей, эшелоны, контейнеры, где были МРТ, УЗИ, кучу больных выявили, у них не было профилактики 20 лет, с советских времен, мне это очень понравилось, вот эта тенденция, что Россия помогает той же Абхазии в этом плане, это здорово, это отлично.